К сожалению, в нашей жизни бывает много проблем, много конфликтов, разногласия, ссоры. Это иногда в семье, между супругами, иногда на работе, между партнерами, между друзьями, между странами, между государствами. Что можно делать, чтобы решать все эти конфликты? Талмуд говорит, не суди другого человека, пока ты не находишься на его месте. Что это значит? Что пока ты не находишься не только на его положении, пока ты не стал точно на его месте, ты не можешь его судить. Пока ты не чувствуешь, какая у него боль, что мешает, что ему нужно, почему он так говорит, ты не можешь его судить. Обычно все конфликты, потому что кто-то хочет доказать, что он прав. Как говорят, в дороге не нужно быть правым, нужно быть умным. Потому что даже если ты был прав, к сожалению, авария произошла. Да, ты был прав, но машина уже все. А наша задача-то не доказать, кто прав. Наша задача найти решение. Как в том случае, когда пара пришла к раввину, муж говорит, я так, я так, а жена так. Равин послушал и говорит, да, ты прав. Потом жена взяла слово, послушал раввину и говорит, да, ты права. А супруга раввина говорит, как может быть, что он прав и она права. Он говорит, ты так же права. Да, у каждого есть своя правота. У каждого есть свой аргумент, свои мысли, положение, где он находится, место, где он находится. Пока мы не войдем в его состояние, мы не можем его понять. Нужно слушать друг друга. Нужно понять, почему он так думает, что происходит в его жизни. И тогда уже, когда мы слушаем его, мы находим уже ответ. Да, нелегко, потому что у каждого есть своя позиция, он уверен, что он прав. Но от того, что он прав, лучше не будет. У детей как раз прекрасная жизнь, потому что они не хотят все время доказать, что они правы. Они хотят быть счастливы. И это наша задача, чтобы люди жили в мире взаимопонимания, чтобы слышали друг друга, чтобы знали, что у другого человека также есть какая-то правота. И когда мы находим общий язык, тогда уже все решается. Задача это реально почувствовать боль другого человека, помочь ему быть на его месте и стараться делать так, чтобы услышать его по-настоящему. И тогда уже точно мы находим решение. Почему мы так уверены? Потому что Бог один. И с момента творения мира он просит одно, чтобы все его дети жили в мире. Это его главная мечта. Это то, что он просит уже тысячелетия. Чтобы мы нашли общий язык, нашли взаимопонимание. Когда это будет, тогда уже придет Мошех. Это есть время Мошех, когда во всем мире будет мир. Но зависит от нас. Подготовка к миру – это через мир сегодня. Поэтому делаем все возможное, чтобы действительно решать любой конфликт тем, что мы послушаем друг друга. И сядем, говорим о том, чтобы мы действительно нашли решение, которое подходит для всех. Точно оно есть, потому что есть Бог, который нас всех объединяет. Момент мудрости «Сколель Тора». Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.